Привет, друзья! Сегодня я предлагаю поговорить о съемке Magic Lantern RAW видео в условиях недостаточной освещенности и, соответственно, на высоких значениях ISO. Будем говорить, прежде всего, конечно же, о крупнутых камерах, потому что с полнокадровыми проблем гораздо меньше. Ну и, конечно же, поговорим о самой съемке, как не допустить ошибок, усугубляющих все эти проблемы, и об обработке, о том как максимально эффективно снизить влияние всех этих проблем на итоговое качество нашей картинки, которая, конечно же, должна быть красивой и эффектной. Поехали! Итак, съемка в потемках на высоком ISO. Я решил, что все-таки я побуду пару минут капитаном очевидность и сначала скажу несколько слов о том, на что следует обратить внимание на этапе съемки на высоких ISO, хотя все это многократно было повторено и до меня. Конечно же, когда я снимаю в темноте, я первым делом беру с собой светосильный объектив. Это самое очевидное правило. У меня это Zenitar 50 мм, относительно недорогой мануальный объектив отечественного производства со светосилой 1.2, рассчитанный на окропнутые матрицы. У меня он уже с заводским байонетом Canon, и на моем Canon 7D этот Zenitar дает сугубо портретное поле зрения, около 80 мм фокусное расстояние, что далеко не универсально, конечно, но его светосила все окупает. Если съемка идет на улице, он просто незаменим, и я готов зумировать ножками, добиваясь нужного поля зрения. По моим наблюдениям, снимая на диафрагме 1.2 со стандартной частотой 25-30 кадров в секунду, практически никогда не приходится превышать ISO 1600 на моей камере Canon 7D, даже если снимать в самом темном месте лишь при отраженном свете уличных фонарей, как, например, на этом сюжете, где светит лишь пара уличных светильников на расстоянии метров 40 от места съемки. А для меня 1600 ISO – это как раз тот психологический барьер, который можно превысить разве что ради тестов. А до 1600 ISO мой Canon в режиме съемки RAW-видео дает мелкозернистый, шершавый и чем-то напоминающий пленочный шум, который не сильно уродует видеоматериал. Второе, что нужно упомянуть в этой связи – это подбор правильной экспозиции для съемки. С моей камерой так – лучше снять на ISO 800 1600 с нормальной экспозиции, чем на 200 ISO, но с недодержкой в пару ступеней, ибо на постобработке при вытягивании теней в плюс на те самые пару ступеней вылазит специфический вертикально исчерченный полосатый шум – бандинг, который очень сложно задавить, а иногда просто невозможно. Поэтому обязательно рекомендую включить в настройках прошивки Magic Lantern Zebra, причем именно RAW Zebra. Она дает более правильное представление о том, что помещается в динамический диапазон матрицы, а что нет. Но с Zebra тоже есть шанс все запороть, если в кадре присутствуют яркие объекты. Например, фонарь, который заведомо намного более яркий, чем все остальное, и если мы ошибочно принимаем решение сохранить информацию в светах, ориентируясь как раз на этот фонарь, мы погрузим весь остальной кадр в глубокий недосвет, вытягивать который будет непросто. На данном кадре я совершил такую ошибку, и красавец фонарь у меня смотрится отлично, без пересвета, но остальной кадр не додержан на две ступени. Поэтому в подобных условиях полезно повнимательней приглядеться и пожертвовать слишком яркими объектами, дать им вылететь за пределы нашего ДД, а ориентироваться при подборе экспозиции все-таки на более значимые для итоговой картинки участки изображения. Третий момент, на который следует обратить внимание – это выставление правильного баланса белого перед съемкой. Свет на вечерней улице всегда сложный, и идеального баланса белого для таких случаев не существует, но нужно постараться. Если из-за неправильного баланса белого один из цветовых каналов будет сильно пересвечиваться, и мы станем его спасать, уменьшая общую экспозицию, то остальные два канала будут сильно недоэкспонированы, что нам аукнется на постобработке. Но, к счастью, мы снимаем в RAW, и это очень позволяет многое поправить. Вот пример такого сложного света. Разноцветная вода, подсвеченная яркими светодиодными прожекторами, а разбрасывает на окружающие предметы цветные засветки. Желтушный галогеновый свет на киоске. Красноватый фонарь уличного освещения светит на асфальт справа. Куда смотреть и что спасать – совершенно непонятно. Только пробовать и экспериментировать. Вот что остается делать. А потом делать выводы и учиться на собственных ошибках. На этом все про подготовку к съемке. Мы просто еще разок повторили озвученные истины. Кстати, сегодня в качестве примеров ночной съемки на высоких ISO, я предлагаю вашему вниманию мои кадры, недавно снятые у фонтана с подсветкой на Самарской набережной. Кто-то может сказать, что пример не слишком наглядный. Шумы плохо заметны на фоне фонтана. Но так а разве не в этом состоит задача оператора, чтобы зритель и знать не знал, в каких сложных условиях снят материал, и сколько труда ушло на то, чтобы картинка смотрелась хорошо. Не слишком зернистая и не слишком пластмассовая, из-за перебора с подавлением шума. Но здесь, конечно, есть доля шутки. Все шумы мы обязательно разглядим сегодня и сравним, что было и что стало. Хотя опять же, сразу оговорюсь, что сколько бы я не смотрел роликов, посвященных тестам шумов на видео, очень редко где удается разглядеть сквозь грубое ютубовское сжатие что-то вразумительное в этом плане. Увы. Но я в этот раз загружу видео в формате 1440p, а такое видео ютуб жмет менее деструктивным кодеком, так по крайней мере у меня было раньше. Так что посмотрим, что можно будет разглядеть после загрузки на ютуб. Недавно я записал обзор сразу нескольких программ для обработки RAW-видео, если вы еще не видели, можете ознакомиться по ссылкам в описании. Там я сравниваю разные программы, в том числе и по эффективности борьбы с цифровым шумом. И вообще вкратце рассказываю об алгоритме работы в них, поэтому сейчас не буду повторяться. Так вот, Adobe Camera Raw для меня в этой части, где надо подавить шумы, сохранить детали изображения и живую яркую картинку, это непревзойденная программа. Здесь я могу вытянуть неверный баланс белого, поправить ошибки экспонирования, деликатно убрать шумы и при этом не разрушить всю картинку. Причем все это делается довольно оперативно, инструменты работают очень наглядно. Вот в этом представленном сейчас фрагменте я сильно растерялся с балансом белого. А все потому, что источников света много и все разного спектра. Сейчас вы видите картинку, как есть до обработки. А вот и мой окончательный вариант, на котором я остановился в итоге. В целом принципы обработки всегда одни. Первым делом выставляем правильный баланс белого. Я обычной пипеткой по средне-серому. Затем настраиваем экспозицию, включив индикацию недо и пересветов и ориентируясь на гистограмму. Далее работаем с насыщенностью, общей или выборочно по цветовым каналам и оттенкам. Повышаем там, где это уместно и понижаем там, где цветовые каналы норовят вылететь из пределов ДД. После чего снова подправляем экспозицию, если это нужно. Затем настраиваем уровень резкости и балансируем его с шумоподавлением, подбирая тщательно оптимальные равновесия между сохранением детализации и устранением бросающихся в глаза шумов, как яркостных, так и цветовых. Это, пожалуй, самое важное в нашем сегодняшнем разговоре. Настройка резкости и шумоподавления недаром объединена в одну группу параметров, так как работа протекает одновременно. Едва настроив в общих чертах шумоподавления, мы параллельно возвращаемся к резкости, пытаясь восстановить детали, размытые шумодавом, а затем стараемся подавить шумы, появившиеся после коррекции резкости и т.д. В Adobe Camera Raw на вкладке настройки резкости есть четыре ползунка. Amount – интенсивность воздействия, Radius – размер деталей, резкость которых увеличивается, Detail – степень воздействия на мелкие детали и шум и Masking – это воздействие только на самые крупные контрастные границы объектов. Последним параметром – Masking – я вообще не пользуюсь никогда, кроме макроснимков с крупным предметом во весь кадр. А Radius на снимках или видео с множеством мелких деталей, как этот пример, я ставлю на минимум от 0,5 и редко довожу до единицы. Параметр Detail на снимках или видео с высоким уровнем шума, как у нас сейчас, я убираю почти в ноль, иначе полезет текстура и шум проявится слишком сильно. Но за это я расплачиваюсь некоторым снижением детализации, что в принципе нормально для шумных кадров. Теперь переходим к шумопоновлению. Luminance предназначен для сглаживания яркостных шумов. Сильное увеличение его значения приводит не только к уменьшению зерна, но и к размытию контуров объектов. Для борьбы с этим предназначены Luminance Detail и Luminance Contrast, которые позволяют несколько уменьшить деструктивный эффект ползунка Luminance на контрастной границе деталей изображения. Цветной шум убираем ползунком Color, однако при его высоких значениях есть риск выцветания вместе с крупицами шума за одной и мелких цветных деталей, а в подобных случаях ползунок Color Detail позволяет уберечь цветные детали. Короче, принцип такой. Нужно выставить масштаб изображения на 100-200% и тщательно повозиться с ползунками на конкретном материале, причем попеременно обращаясь то к резкости, то к шумодаву, а получив желаемый результат, сохранить настройки в пресет на будущее. Ну, собственно, на этом вот и все. Если мы работаем в Adobe Camera RAW, вызываемый мы за After Effects, нам осталось проверить выставленную частоту кадров в нашей DNG последовательности и создать из нее композицию, которую можно будет уже экспортировать в виде обычного видеофайла для последующего монтажа в привычной монтажке. Однако, несмотря на то, что я считаю Adobe самой удобной программой для быстрого достижения результата при конвертации Magic Lantern RAW видео, снятого на высоких значениях ISO, я не могу оставить сейчас без внимания другие две программы, такие как MLV Producer и MLV App, которыми я постоянно также пользуюсь. Не могу сказать, что они конвертируют шумное видео, снятое в потемках, лучше, чем Adobe Camera RAW, но в них есть интересный алгоритм шумоподавления, который отсутствует у Adobe и о котором я хочу упомянуть сейчас. Это функция Dark Frame Subtraction – вычитание черного кадра, которое требует некоторой предварительной подготовки, но иногда бывает весьма эффективный в борьбе с шумами и битыми горячими пикселами, а последние очень здорово проявляются во время съемки на высоких ISO и буквально бросаются в глаза на темном фоне, в то время как при съемке днем их спокойно можно вообще не заметить на ярком фоне. Как же это работает? Обратите внимание, что среди превьюшек моих видео черняют пустые кадры, и это неспроста. У меня запущена программа MLV App, новая, но очень удобная программа конвертации MLV файлов прямо с камеры. Я специально в процессе обычной съемки сделал дополнительные короткие видеофрагменты по несколько секунд с закрытой крышкой объектива. Для каждого ISO и для каждого формата видео, то есть в режиме полной матрицы снятой или в режиме кропа, свой черный кадр. Как же их применить? Открываем такой фрагмент. Ничего с ним не делаем, сразу экспортируем с настройкой MLV Averaged Frame, а потом, открыв нормальное видео с теми же съемочными параметрами, что и черный кадр, загружаем уже усредненный программой шумовой профиль матрицы, характерный для этих настроек камеры. Каких-то чудес не происходит, не думайте, но заметно приподнимаются наиболее темные участки изображения, удаляются битые горячие пикселы и грубых шумов становится поменьше. А далее уже можно работать по настройке других параметров изображения. Та же методика используется и в программе MLV Producer, но там это делается чуть иначе. Мы открываем черное видео, жмем на кнопку FNP, я полагаю, что это что-то типа Fixed Noise Pattern и выбираем создать шаблон. Присваиваем ему некое контекстуальное название и программа обрабатывает наш черный файл, занося в список имеющихся шаблонов. Это занимает некоторое время. Потом мы загружаем уже нормальный видеофайл и в том же меню FNP выбираем только что созданный шаблон. Происходит его применение с тем же эффектом, что я только что описал для другой программы. Гарантированно удаляются битые пикселы, немного смягчается общая картина шума и приподнимаются самые глубокие тени. Теперь уже можно работать дальше, настраивать баланс белого, экспозицию, резкость, насыщенность, а в конце можно применить встроенный в программу MLV Producer отличный шумодав, который при адекватных настройках весьма аккуратно убирает оставшиеся шумы. Так что рекомендую для экспериментов. Но выскажу свое мнение, на мой сугубо субъективный взгляд не стоит приставать к MLV Producer и MLV App с таким проблемным футажом, как вот тот, что мы сейчас рассматривали. Проблема по балансу белого, по экспозиции, по шумам на высоком ISO. Все-таки лучше все эти новые программы справляются с нарядным и беспроблемным видео с полнокадровых пятаков. А вот с таким видео, как это, я иду за помощью Adobe Camera Raw. Ну и последнее, что я хотел бы сказать. Следует учитывать, что в плане шумов на высоких ISO и, соответственно, в плане шумоподавления, видеофайлы, снятые в режиме полной матрицы и в режиме кропа, в моем случае кроп 3.36, различаются. В режиме кропа используется небольшой участок в центре матрицы и считывание идет пиксел в пиксел. И, на мой взгляд, шумы видны как-то четче, то есть без какой-либо интерполяции. А при полноматричном считывании информации с пропуском строк все же происходит некоторое скрадывание шумов и визуально мне лично кажется, что шумов поменьше. Поэтому и настройки для шумоподавления для каждого формата съемки требуются индивидуальные. Ну вот, собственно, в результате, что у меня получилось из этой съемки у фонтана августовским прохладным вечером. На этом пока все. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok